Как вы помните, в прошлом выпуске к нам прилетела наша подруга. Она пробыла на острове 10 дней, и мы решили на ее примере показать вам, как провести отпуск на Шри-Ланке. Поехали! Первым делом вы, конечно же, захотите отправиться на пляж. Так сделали и мы, махнув тур по побережью. Сперва мы насладились компанией черепах Хикадуэ. Затем отправились на экскурсию по форту в Галле. Мы, когда были в Одессе, заказали трехметровую палку Инста-360, но она не пришла в течение полтора месяца. И хорошо, что к нам приехала Маша. Она ее передала. Первый тест, посмотреть, какой же она длины. Ну, я не знаю, шпага. Шпага защищайся, ее надо хорошо закрепить. Можно прыгать на шесте. Можно прыгать на шесте. Можно дозловать кокосы. Но чаще мы использовали ее для таких кадров. Следующей остановкой стал уже знакомый питомник для черепах в Коголе. Пока, конкурсии! А-а-а! Пусть не будет! Ура! Пусть не будет! Ура! 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 В Вильгаме наша подруга попробовала встать на доску и вполне успешно. Молодец! А на день рождения Маше мы подарили и китовое сафари в Мерисе. В общем, это было потрясающе. И, блин, я первый раз видела такое огромное существо, которое еще и так быстро плавает. Это просто невероятно. И всем советую. Если вы не видели кита, вы не жили. Все эти вещи мы рекомендуем попробовать и вам. Обещаем, что ярких эмоций от них вы получите на многие годы вперед. Ну, а если этого вам покажется мало, то вы можете посмотреть больше идей для отдыха на юге Шри-Ланки в других наших видео. Сейчас мы стартовали из Вильгамы в национальный парк Лу-Ду-Вам-Мехера. Лу-Ну-Гам-Мехера. В общем, мы и напишем, как он называется, потому что выговорить это очень трудно. Туда ехать довольно долго. Это ближе к Элли, чем к побережью. И мы надеемся там найти джип, на котором посетим этот национальный парк. Я надеюсь, увидим все, что не видели до этого и даже больше. И потом мы отправимся в Элли. Ну, а пока мы на всех парах мчим в национальный парк, вы можете подписаться на наш канал и поставить лайк под этим видео. Ваши лайки, а также комментарии придают нам сил делать новые интересные выпуски и помогают каналу в продвижении. Три с половиной часа. За пять тысяч рублей джип подъедет через 15, по крайней мере, он. Ник сказал, сейчас припаркуемся, копим билетики. Я надеюсь, что всем останемся довольны. О, определенно! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Луноган Вефера Это третий национальный парк, который мы посетили в Шри-Ланке. И мне даже сложно сказать, могу ли я вам его рекомендовать или нет, потому что, когда вы приезжаете на сафари, вы ждете, что увидите карнавал животных, что они постоянно будут появляться, что они не будут вас бояться. Этот парк посещает одна-две машины в день, поэтому животные не привыкли к человеческому обществу. И поэтому, когда вы проезжаете по дороге, вы видите стадо оленей, и они боятся вас, потому что вы издаете звуки, к которым они не привыкли. Но при этом природа здесь потрясающая, особенно порадовали затопленные джунгли, и уже по окончанию пути мы встретили четырех-четырех слонов. Я уверена, что в этом национальном парке их намного больше, и хотелось их увидеть, но вот так вот получается. То есть вам никто не может гарантировать, что постоянно будут животные вокруг вас кружить. Из трех парков, в которых мы были, наверное, самым запоминающимся и разнообразным, потому что нам повезло, это Вилл Паттон. Вилл Паттон Очень стрёмно это выглядит, просто супер стрёмно. Это очень странное ощущение, когда мы здесь были с родителями первый раз. Все люди сосредоточились на мосту, здесь же стали по краям, и мы такие одни с Машей, и я с торчащей антенной-удочкой. Блин, когда он шумит, и ты видишь, что что-то приближается, но ты не знаешь, какие у него размеры, кажется, что он тебя сейчас задавит. И все эти люди, которые смотрят на него и смотрят на тебя, кажутся, что они думают, ну ты Билл, но мне очень понравилось. Помимо знаменитого моста, Элла может предложить туристу немало интересных мест, о которых мы обязательно расскажем вам в отдельном обзоре этого городка. Ну а пока мы покажем вам одно из них. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Хальпти нас разочаровал. Мы приехали воодушевленные, что сейчас достанем все процессы работы чайной фабрики. Но нет, сказали, что снимать ни на телефон, ни на камеру нельзя, и заранее нужно договариваться с администрацией фабрики, чтобы заснять для блога или для личного пользования в сторис, которые пропадут через 24 часа. Что? Это очень странно. То есть какие скрытые технологии мы можем показать? Наоборот, чем больше вы показываете и рассказываете о себе, тем больше людей будут сюда приезжать. Здесь потрясающий вид, здесь включена в билет, который стоит 540 рупий, дегустация, но нет возможности снимать, и нас это очень сильно огорчило. Дегустация обходит стоимость посещения фабрики, но нам разрешили сделать это бесплатно, но и здесь в магазине можно поснимать видео. Поэтому предоставлено 4 чая, 4 сорта, будем его дегустировать. Очень слабонасыщенный черный чай, либо ему не дали сильно завариться, хотя он был такого насыщенного кричневого цвета. Я бы не сказала, что он такой сильный и строгий, он очень уверенный, и вот если, например, вы завариваете себе черный чай и не любите слишком крепкий, то этот сорт вам точно подойдет. Второй чай – это послеблуденный чай, который лучше срепить с медом и лимоном, как нам сказали. На вкус, мне кажется, он еще более слабый, чем первый, но, наверное, да, с медом он был бы самый... Третий чай называется English Breakfast, он уже более насыщенный, и, наверное, он как раз для утра подходит, чтобы ты выпил такого чефира и просто написал. Четвертый чай, который предлагаю здесь на дегустацию – зимний чай. У нас сейчас как раз январь месяц, то, что доктор прописал. Это он слабенький, почти все чайки, кроме английского завтрака, English Breakfast, довольно слабые. И это странно, мне кажется. Все прекрасно было, очень классный вид, очень много чего распакал, интересно было. Все показал, все процессы – класс. Теперь знаю все о чай. Знаю, что он проходит кучу этапов. То есть сначала они собирают, отделяют только верхние вот эти листочки, потом они называют этот процесс semi-dry, то есть наполовину он осушается на 50%, потом они его ролят, потом они отделяют мусор от самого чая, потом они отделяют еще один мусор от чая, потом они делят его на разные размеры. По сути, это один и тот же чай, просто разного размера, и один – хорошее утро, другой – для середины дня, а третий – для вечера. И вот этого я не знала. Я думала, чем крупнее, тем лучше, но нет. В этот день мы колесили по извилистым дорогам центральной провинции Шри-Ланки, которая славится своими живописными пейзажами. Бесконечные хребты чайных плантаций, живописные долины и мощные водопады наполняли нас вдохновляющей красотой здешних гор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, должен сказать, что вид тут замечательный. Мы впервые попали в такой прям отель, где есть телевизор. За два месяца первый номер, первое жилье с телевизором достойным. Вид классный. Единственное, что лангийцы, естественно, не могли сделать все идеально. Мы очень часто читали, что смотрите на букинги, подъезжайте, вы получите жилье дешевле, чем на сайте. Нет. Я не знаю, где эти люди смотрели, с кем они общались, но в нашем опыте, постоянно приезжая с жильем, напрямую пытаясь забронировать номер, вы получаете цену, которая больше, чем на букинге. Они называют ее, больше завышают постоянно. Здесь то же самое произошло. Жилье перед этим нам это сделали, мы сразу развернулись, ушли. Здесь я просто спросил, типа, а чего тут дороже, чем на букинге, вы называете мне цену. Парень начал звонить хозяину, хозяин назвал цену на 300 рупий ниже, чем на букинге. Здесь смешная скидка нам, учитывая процент, который берет букинг. Но, ладно, так и быть, мы решили не искать, уже солнце скоро сядет. Здесь приятное место, по крайней мере, первые наши впечатления именно такие. Хочется остаться уже, отдохнуть, потому что весь день в дороге. Ну, вы посмотрите, край же, правда? Заказали еду. Было это супер перченым, но вкусно это было. И тут приносят чек, который писали, ну, более 20 минут, списывая с меню и цены. И, оказывается, они нам посчитали на сколько? На 800 рупий. Да, где-то даже по 1000 рупий больше, чем есть изначальные. Когда мы показываем в меню определенную сумму, что вышло, например, за креветки 690, они нам рисуют 970, что даже за большую порцию не имеется. И вот сейчас они долго переписывают этот чек. Нам проще было самим написать, что мы заказали. Вот исправленные цифры, и вот новый. Теперь нам, видимо, настолько мы их доставили, что нам посчитали меньше, чем мы съели фактически. Но мы-то люди честные, мы обратим на это внимание. Или нет. Субтитры сделал DimaTorzok Это второе посещение Амбалававы. Я не уверена, что мы сюда еще раз вернемся. Вот к нам Маша приехала, поэтому и мы решили ей показать эту башню. Приезжайте в будний день. Мы когда были с родителями, это был выходной, и здесь была тьма местных и туристов. Сейчас на от силы 10 человек. Поэтому, возвращая свои слова, это может быть атмосферным местом и лишенным большого количества людей. Субтитры сделал DimaTorzok После Амбалававы дорога увела нас на восток, в Негомбо, откуда Маше было бы удобно добраться в аэропорт. Кирилл и Наташа, обращаюсь к вам из далекого 2020 года. Когда вы увидите эту запись, пройдет уже куча времени, потому что вы не выкладываете видео вовремя. Но в блоге укажите, чтобы люди не ездили по дороге Коломбо-Канди, потому что это ад. По времени, по пробкам, жесть. Дельче, по-моему, на побережье переехать и оттуда двигаться на север, чем выжить в этой пробке длиной в 100 с чем-то километров. Отпуск Маши на Шри-Ланке, к сожалению, подошел к концу. Но если у вас после такого тура еще останется время, советуем вам заглянуть в Сигирио, о которой мы подробно рассказывали ранее. Спасибо вам за отдых. Это просто великолепно было. Потратили на меня кучу сил, энергии и вообще... Так что я буду все время теперь за вами ездить. Буду возвращаться домой, помахаю и вернусь. Посетите все вообще, что есть в этой стране. Я не знаю, сколько тут всего, но объездите все и будем смотреть ваши блоги, ждать выпуска. Ешьте, кушайте, слушайтесь мам. И чтобы мы тебе вернули паспорт, мы сейчас к тебе в конце. Пользуйтесь услугами турагентства Кирилла Наташа. Да, пользуйтесь услугами турагентства Кирилла Наташа. Это дорого очень, но это того стоит. Это прям космос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.